Тем временем лётчики-истребители Северного флота вернулись на Кольский полуостров после тренировок в Крыму. На побережье Чёрного моря они отрабатывали навыки взлёта и посадки на палубу авианосца. Из Крыма лётчики-истребители Северного флота возвращаются поэтапно. По пути МИГи садились на нескольких аэродромах для дозаправки, отдыха экипажей. Да и погода не всегда сопутствовала перелёту. На взлётно-посадочную полосу в гарнизоне Североморск-3 истребители заходят по одному, а вот летят обычно парами. Следующее это завораживающее. Даже коллеги-лётчики, которые вернулись чуть раньше, засматриваются на виражи в небе. А ведь они больше месяца тренировались на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе, имитирующем палубу авианосца Адмирал Кузнецов. Выполнили более тысячи упражнений и провели в воздухе свыше 100 часов. Сложный этап. Ощущаешь себя курсантом, как будто начинаешь первый раз летать по кругу. Достаточно энергонапряжённый полёт. Требует концентрации внимания большого. Подготовка совместная была. Все друг другу помогали. Поэтому все нюансы разбирали вместе. Поэтому, в общем-то, все справились. Всё хорошо. Дома военных встречает крепкий мороз. Таких точно не было на побережье Чёрного моря. В условиях Арктики летать, конечно, сложнее. Но чтобы тренироваться здесь, не нужны специальные тренажёры. Достаточно снова подняться в небо. Продолжение следует...